Вот знаете, в жизни иногда наступает такой момент, когда ты просто хочешь взять, лечь и выстрелить кому-нибудь в лицо. Всем привет у вас, и снова я, Антони Лайд, на очередное видео в канале. И да, сегодня я хочу поговорить с вами об одной очень интересной теме, которую вы мне оставили в инстаграме. И я давно хотел как-то снять видео на подобную тему, но сегодня никак не было времени. Поэтому сегодня в это ужасное дождливое утро я решил поговорить с вами именно об этом. И это о том, как отпускать людей, о том, как отпускать людей, как отпустить человека, как отвязаться от ненужных людей. В общем-то, видео будет пишено людям, которых нужно отпустить, потому что они держат вас в каком-то незавершенном периоде вашей жизни или на чем-то еще. В общем-то, будем учиться отпускать людей сегодня с вами, и я, опять же-таки, расскажу вам небольшую историю, связанную с моей жизнью. Точнее, это прям история из моей жизни, поэтому это аж два видео в одном, это и советы, и история из моей жизни, поэтому надеюсь, вам будет интересно. И давайте начнем без лишних всяких вот таких вопросов, потому что история будет горяча, потому что вы любите истории из моей личной жизни, особенно которые дерьмовые. Перед тем, как начать рассказывать вам истории, я хочу поговорить с вами о тех людях, от которых вам нужно избавляться в вашей жизни. То есть это те люди, которые делают в вашей жизни некий застой. Некоторые называют этих людей энергетическими вампирами, некоторые называют этих людей бывшими, некоторые называют этих людей, там, предположим, плохими людьми, или людьми, которые разбирают вам сердце и душу и так далее, и то подобное. Я называю этих людей просто люди, которые меня бесят. Все. У них только одно название, лично для меня. Скорее всего, в этом видео мы не затронем тему как таковой смерти, потому что мне не нравится понимать такие темы, но я хочу сделать для этого отдельное видео. Потому что, если вас кто-то оставил именно в этом смысле, то для этого я сделаю специальное отдельное видео, которое, возможно, кому-то поможет. Но сейчас я хочу поговорить о людях, которые сделали вам именно эмоциональный вред, именно моральный вред, именно как-то, что-то как-то вас не оставляет в этих воспоминаниях об этих людях. То есть я просто хочу с вами поговорить именно об этом И вот, в общем-то, та самая долгожданная история, которую вы ждете уже последние 3 минуты Пока я с вами разглагольствую на разные темы Да, история посвящается человеку, которому мы сейчас не будем назвать по имени Мы просто назовем этого человека как-нибудь, например, не знаю, груша Давайте назовем этого человека груша, мне не нравится груша Вот я просто не люблю грушу, мне не нравится, и все Будем называть этого человека грушей С грушей мы познакомились в прошлом семестре, буквально-таки сразу после начала семестра Это был примерно сентябрь, конец сентября То есть я приехал где-то в середине, и познакомились мы с этой грушей В конце сентября познакомились мы, знаете, ну как обычно люди знакомятся Я просто сидел, получается, в Старбаксе Я, опять же-таки, заполнял там что-то, какие-то формы, но это дело не важно Ко мне подошла эта груша Господи, как ужасно это звучит И мы с ней разговаривали на какую-то тему с этой грушей Пока мы разговаривали, мы какие-то интересы между собой находили То есть я как-то воспринимал этот диалог просто как что-то одностороннее То есть, может, человеку интересно Мне как-то не очень интересно, потому что я еще занят своими делами Но я не буду говорить, что ты можешь отвалить Видишь, я занят Как бы иди нахрен Ну, пожалуйста, отвали То есть я так не буду, что ты не такой человек Только если я не злюсь, если я не под кофейком Как-то просто начало проходить время И, знаете, мы с этой грушей начали общаться все больше и больше То есть мы начали проводить больше и больше времени То есть это уже было там, мы могли проводить какие-то вечера вместе Где-то могли встречаться Могли там у кого-то, друг друга в комнате посидеть Точнее мы сидели в комнате у груши чаще всего Потому что груша жила одна И вот так вот и получилось, что мы с грушей якобы Не то, что якобы Начали Встречаться Я не знаю, как это назвать правильно Но, скорее всего, да Это можно обозначить этим словом С грушей у нас завязались такие, скажем, отношения Что-то меня в этих отношениях не устраивало Не то, что не устраивало Меня не устраивало отношение ко мне Груша была достаточно своеобразным человеком Точнее является своим разным человеком Так говорю, вот этот человек для меня умер Что является правдой, в принципе Но мы не об этом говорим Но, знаете, груша достаточно славная Груша человек достаточно яркий То есть этот человек артистичный Я в реальной жизни, я немножечко поубавляю свой темперамент Потому что я хочу казаться более серьезным Чтобы со мной люди нормально общались, а не как психом Вот сейчас я об этом думаю И я вообще не понимаю, как мы с грушей начали встречаться Господи Вот совершаю же я тупые ошибки Вот просто учитесь на моем опыте Никогда не совершайте тупых ошибок Особенно, что касается отношений Я человек, я по-прежнему учусь И так далее, и то подобное Все эти остатки, чтобы оправдать мою тупость Наступал, по-моему, ноябрь месяц И отношение груши ко мне очень сильно Не то, что изменилось Груша стала просто безразличной Есть ли я, нет меня То есть, как бы ответы были какие-то насуразные То есть, знаете То есть, если я предлагаю сходить в кино То это Ну, если хочешь То есть, как будто это мне прям нужно То есть Ты меня вообще Груша, ты меня видела, нет? В один прекрасный день Это была пятница, насколько я помню И мы с ребятами собирались поехать в бар Мне уже можно Мне уже больше 18 И, знаете, в бары Она пропускает после 19 лет Но там просто нельзя пить Но для того, чтобы тусить и тверкать Мне не нужно пить Я зашел в общежитие к груши И решил с ней, так скажем, попрощаться Потому что у меня, скорее всего, не планировалось быть Целый уикенд Потому что после бара мы сразу поехали К моим друзьям И я потом стал В общем-то, я зашел в общежитие Встретил с своими друзьями Сказал, чтобы они меня подождали И да, я подошел к двери груши Постучался Мне никто не ответил Хотя внутри был слышен и телевизор И голоса То есть, я постучался еще раз Я понял, что меня как-то немного игнорируют И вышла лучшая подруга груши То есть, не из двери в комнате груши А из другой двери Из двери и двери Господи Грамматика Лучшая подруга груши сказала Что там кое-что происходит Что-то, что мне не понравится Хотя Что мне могло там не понравиться Давайте помню честными Знаете, в этот момент мне стало Настолько как-то пофиг Я просто взял и отправил сообщение Сообщение было Оно было нематерное Оно было неплохое Там было просто написано Удачи на выходных Меня не будет Развлекайся, с кем ты там развлекаешься В своей комнате Дэээм Драма 3000 Короче Это еще не все самое Это вот только до середины истории Зашли, вы еще дальше слушайте Прошли эти выходные Я вернулся в воскресенье вечером И до этого всего я вообще не отвечал Ни на какие сообщения Не провел никаких сообщений То есть, мой телефон был практически выключен Мы проводились с ребятами целый уикенд Нам было весело И мне было, честно, не до этого Мне просто даже не хотелось отвечать На какие-то сообщения Как я уже говорил Я вернулся в воскресенье вечером И потом уже просто включил связь Чтобы проверить свои сообщения Я вижу несколько сообщений от Груши И сообщения, они не самого лицеприятного характера Сейчас я просто скажу Вот сейчас я просто это скажу Чтобы вы поняли Груша рассталась со мной С помощью эсэмэски Со мной С помощью эсэмэски Со мной С помощью эсэмэски 10 секунд шока Молчание Чтобы вы просто похлопали Поорали Вот так Готовы? Продолжаем И знаете, что я почувствовал? Мне было пофиг Мне было абсолютно наплевать Мне было Не то, что Как-то Прям пофиг, пофиг, пофиг То есть не было Не было не до этого У меня была Сессия У меня были какие-то другие заботы У меня была работа То есть Ну Не бывает так не бывает И я просто ответил Груши И мне просто интересно, почему Внимание Груша написала Ты меня не поддерживал Ты У меня были такие сложные времена И так далее, и так далее, и так далее То есть такие вот, знаете, отмазки Чтобы просто отмазаться Я просто понял, что этому человеку я был не нужен И с Грушей мы больше не общались Я просто игнорировал ее Просто когда она проходила мимо Я Нифига То есть ни привет, ни пока Ты так хочешь Так и будем общаться То есть И так далее, и так далее И так далее, и так далее Груша начала мне потом текстить Писать, почему ты меня игнорируешь То есть как бы Дэм Груша, ты сама порвала отношения Так что давай не начинай И в общем-то мы с Грушей не общались До начала вот этого семестра То есть это уже в этом году случилось И знаете, что я заметил? Я начал ходить на йогу И в общем-то Я заметил, что Груша тоже была Получается Ждала Как-то Снаружи стути йоги Мы выходили И я увидел, что Груша Теперь встречается с парнем Который Прям 99% копия меня В чем Ну во внешности, по крайней мере То есть Внешность это что-то очень похоже на меня приблизительное То есть что-то Смесь меня и Диджей Харнула Посмотрите Диджей Харнула Я на него очень сильно похож Мне постоянно это говорят И нет, я не хочу сказать, что этот парень был страшным Нет, он был абсолютно не страшным Но Этот парень Не был мной Уловили Суть этой фразы, надеюсь Потому что Если ты покупаешь сумку Луи Витон Настоящую Ты чувствуешь, что она настоящая Если ты берешь фальшивку То ты чувствуешь, что это фальшивка То есть ты об этом знаешь Может другие этого не видят Но Делям Ты-то знаешь, что это фальшивка Я не сравниваю себя и другого парня Что с сумками Луи Витон Это просто некое сравнение Что вы поняли, что было И Я просто понял, что груша меня заменила На другого похожего парня Возможно у нее просто такой тип Или что-то в этом духе Но знаете Груша начала со мной общаться То есть это были опять вот эти Обаятели улыбки И все это остальное дерьмо Которое мне просто не нужно в моей жизни И знаете Я просто начал общаться нормально с грушей Я просто понял тот факт, что Если я по-прежнему буду думать о груши Как о каком-то человеке, который меня расторжает Который меня бесит Которого я просто терпеть не могу Потому что человек бросил меня Как-то не очень подобающим образом Я просто буду портить себе время Препровождение Не знаю В каком-нибудь компании Или где-то еще И сейчас мы с грушей общаемся На привет и пока То есть это взаимные любезности Это Не больше, не меньше Может какая-то помощь Все Все остальные отношения для меня Просто закрыты То есть Я не допускаю этого Мне это не нужно И я Больше не чувствую того веса Который у меня был Я удалился эти сообщения Удалился эти переписки Мне это все не нужно И знаете Что я вам посоветую Просто Перейдите вот этот этап Перестаньте думать Об этом человеке Перестаньте Воображать себе что-то Перестаньте просто Знаете Как-то реагировать на это И вы знаете Вам станет легче Удалите сообщения Удалите какие-то фотографии Удалите что-то еще Вам станет легче Возможно это как-то по-детски звучит Но все же Вам станет обязательно легче Потому что Вы от этого избавитесь И может ваше сердце И ваша душа Как-то Облегчатся Не знаю И не будет никаких Таких неловких ситуаций Или заминок Или еще чего-то подобного Просто Просто Перейдите этот этап Вам это обязательно поможет И да На сегодня у меня все Надеюсь вам понравилось это видео Если да То я очень этому рад И если у вас был подобный опыт Или еще какие-то советы Вы можете мне дать Потому что мне кажется Я не совсем раскрыл эту тему Возможно будет другое видео По этому поводу Так что ждите И да С вами был я Антон Юл И главное помнить Все, что я вам советую Всех ваших личностей Я вас очень всех люблю Очень сильно Очень сильно Прям очень сильно Давайте кинем советы Расскажите свою историю внизу Я всем обязательно все Отвечу, почитаю Господи Прям обожаю вас Я прям не могу без вас уже Прямо Не могу